Вопросом, связанным с призывом и прохождением службы в армии, был посвящен круглый стол, который прошел сегодня в Волгограде. Его организатором выступило областное отделение комитета солдатских матерей. Главная тема встречи – что надо сделать, чтобы подготовленных к армейским будням и большим физическим нагрузкам молодых людей стало как можно больше? Пока же львиная доля призывников не в силах похвастать крепким здоровьем. И даже пройдя медкомиссию на месте и будучи признанным годным к службе, юноша может оказаться не в воинской части, а сразу же на больничной койке. За обсуждением участников круглого стола, общественников, военных и будущих защитников Отечества следила Елена Мурмилова. Проблем, связанных с призывом в армию, больше не становится, отмечают солдатские матери. Хватает и тех, что сложились в предыдущие годы. А вот, например, что касается здоровья призывников, и вовсе меняется не в лучшую сторону. Здоровье, здоровье, еще раз здоровье. Призывной молодежи та, которая попадает. Вот у нас прошлый призыв, вот они в месяц ушли, пять сразу в госпиталь. Ну, сразу получается. Не говорится о том, что там где-то врачи просмотрели, просто мальчишки слабые, пришли, совсем другая ситуация. И вот попадают в госпиталь. На это представители военкомата возражают, мол, это уже вопросы нездоровья, хотя действительно, процент здоровых молодых людей сейчас неуклонно снижается, а физической подготовки юношей. Поэтому на должный уровень необходимо вернуть существовавшую некогда систему допризывной подготовки. И ввести ее нужно буквально с первых классов, и не только самим мальчикам, но и их родителям. Следи за здоровьем сыновей. Тогда, глядишь, и уклонистов от службы в армии меньше будет. А пока что, как отметил главный врач областного военкомата, за пару месяцев до начала призыва очереди в тот же кардиоцентр увеличиваются в разы. В срочном порядке обследуются те, кто вот-вот должен получить или уже имеет на руках повестку. И что самое обидное, бывает и так, что ищут несуществующие болезни, то есть пытаются выхлопотать как минимум отсрочку. Те призывники, которые имеют заболевание, имеют документы, им не нужно никакие кардиоцентры за месяц до призыва. Им ничего не нужно, у них уже все есть. Обычно желание пообследоваться возникает за месяц, в лучшем случае за месяц перед призывом. И как пообследоваться? Так, чтобы все. Вот пообследовать все. Но такого не бывает. Но бывает и так, что хочу служить сильнее, чем хочу учиться. Игорь Досаев студент, но к удивлению родителей, на пятом курсе политеха ушел в академический отпуск. Говорит, хочу в армию, чтобы после возвращения отучиться и начать строить карьеру. В понедельник Инуша уже отправится служить. Его распределили на Каспийский флот. К армии я готовлюсь, тем более к морской пехотике, требую, не знаю. Я занимаюсь спортом давно, бег, плавание, борьба немного. Так что, я думаю, проблем особых у меня там не будет. Но таких, как Игорь, немного. Его можно назвать идеальным призывником. Создать условия для того, чтобы количество подготовленных к службе в армии юноши было как можно больше, эту цель и преследует в своей работе комитет солдатских мазерей. По итогам круглого стола была принята резолюция, с которой участники встречи обратятся к руководству области. Основными пунктами в ней значатся усиление пропаганды воинской службы на призывной подготовке юношей, а также расширение сети юридических консультаций для призывников и их родителей. Елена Мурмилова, Алексей Лунев, телекомпания «Ахтуба».